здравствуйте меня зовут анастасия канал мир сквозь пяльца очередная хотела сказать болталка но она не очередная всего лишь вторая как всегда начинаешь разговаривать начинается вот это вот кашляни прежде всего конечно же хочу сказать огромное спасибо всем кто подписан кто подписался кто поддержал написал огромное количество комментариев я вам всем очень благодарна большое спасибо сказали в большинстве своем однозначные болталкам да да скорее всего для развития и меня в качестве блогера и канала моего болталки все-таки видимо нужны свой вид как говорится да видео свой формат найдет найдет своего зрителя кому-то нравится одно кому-то другое болталки кому нравится болталки вышивать под болталки тут послушать болталки да также был было про эфиры вопросов много будет но не будут ли эфира спрашивали и просили эфиры проводить насчет эфиров я очень сильно сомневаюсь я пока что не готова не физически не морально эфиры это очень долго по времени очень затратно также я не имею технической возможности проводить эфиры и не знаю тут и часовые пояса ведь и все пока что насчет эфиров прямых я очень сильно сомневаюсь прям очень сильно сомневаюсь болталки поснимают а не знаю насколько они важны нужны ну поснимаю 1 поговорим мне самой как бы интересно поговорить с вами ну хотя бы так не онлайн почитать ваши отзывы в комментариях тему подбросил кто-то из зрителей простите сейчас не помню и комментарии надо было конечно открыть сначала скопировать где-то и чтобы прочитать можно было был вопрос почему на вышивальном ютубе все такие злые но никто не все такие злые аж много злых что девушка зрительница также занимается разными видами рукоделия присутствует в различных болталках группах по различным видам рукоделия и только вот на вышивальном ютубе она сталкивается с какой-то агрессией и что у нее спрашивает не напрашивается ли этот вывод из того что вроде как как я понимаю сейчас может быть я стараюсь не переврать просто вопрос что вышивка является ли вышивка творчеством и что возможно такие злюки на вышивальном ютубе от того что вышивка это не творчество и ушивальщиц некуда выпуск выплеснуть свою творческую энергию и вот они ну какими-то вот своими злыми делами занимаются там злословят все такое ну по поводу творчества скажу сразу свое мнение уже много конечно на эту тему говорилось много это обсуждалось как бы это по моему бесконечный спор бесконечный только у каждого своя правда каждый настаивает на своем и думать что он прав я могу сказать как я вижу это как я вижу это со своей стороны вышивка это однозначно творчество и я прям категорически заявляю что вышивка это творчество скорее всего вот эти все дебаты проводятся там в интернете там день не знаю где там где они проводятся скорее всего просто подменяют понятие искусство и творчество творчество однозначно конечно же вышивка это творчество даже то что мы вышиваем по схеме это все равно творчество мы потому что мы творим руками мы создаем создаем картины прикладную вышивку там всякие разные игрушки одежду вышивку на одежде там ну все вот это все 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 это конечно же творчество это все творчество даже часто вышивая там какие-то не по схеме дизайны по схеме это многие девочки вносят какие-то свои изменения вносят какую-то вот здесь я бы сказала не творчество креатив ну хотя я не знаю что такое креатив как это перевести как это переводится тоже может вдруг это переводится тоже как творчество а мы тут креатив креатив но ладно я так внесу другое как сказать у меня будет другое немножко понятие слова креатив чем творчество что про подходят к созданию каких-то там игрушек или декоративных элементов со своими какими-то придумками со своими какими-то идеями усовершенствуют что-то меняют что-то дополняют и даже вышивая просто картину вот большую по схеме нигде ничего не придумывая не добавляя это все это все творчество мужиках мы же это твое творим созидаем делаем это все творчество другой другой вопрос является ли это искусством вышивка ну и то насколько я читала и слышала что вроде бы да это как прикладной вид прикладного искусства или как это называется прикладное как же это называется но да по моему искус wood прикладное искусством как-то так это называется или вид прикладного искусства так что вполне вышивка даже может отнестись и к прикладному искусству даже к искусством ну в общем я не искусствовед тут я не могу точно дать определение что такое искусство и И что вот это вот все. Тут, конечно, такие очень тонкие грани и очень спорный вопрос, что тут является искусством, что не является. Кто-то, может быть, скажет, что вышить огромную картину там метр на полтора это искусство. А с другой стороны, рассмотреть это просто технический крестик, вышитый по схеме. Типа, какое тут искусство? Это просто наличие типа свободного времени, нетерпения и что-то типа такого, что тут никакой фантазии не прикладывается, не проявляется, да, просто вы вышли и все. Или искусством являются вот эти вот небольшие пусть работы, вот те же из категории мандалы, что там вот эти вот всякие шовчики какие-то делают. Я не знаю, как это называется, какие-то украшательства, там что-то такое вот эти, где все это очень сложно, это надо все понять, разобраться, где применяются всякие различные я даже не знаю, как эти, как это называется, вот эти вот всякие трежерсы, там, всякие конитель, вот это вот специальные, ну, давайте их назовем какие-то специальные элементы вышивки, да, всякие шовчики, там, всякие вот эти вот бусинки, стразинки, это все уже надо гармонично расположить, украсить, вышить, прикрепить, ну, как бы это все не так просто, да, уложить правильно все эти, там, как же это, как же это называется, ну, в общем, я даже не знаю, я слово не знаю, может быть, скорее всего, если вы знаете слово, каким словом называются все вот эти вот элементы, которые используются в вышивке, ну, вот эти вот всякие там металлические нити, вот эти вот канитель, там, какие-то украшательства, которые, ну, я не знаю даже, как это, каким словом это назвать, ну, назовем декоративные элементы вышивки, да, которые применяются для украшения вышивки. Можно, Может быть, это относится к искусству, именно прикладному. Ну, не знаю, это все спортные вопросы. Тут я не могу дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, никто его не даст, по большому счету. Мы каждый можем порассуждать со своей колокольней, со своего видения, как мы это видим, как мы это чувствуем. Но я считаю, что вышивка – это творчество однозначно. Это выплеск творческой энергии происходит в вышивке. И тут нельзя сказать, что вышивка – это не творчество. Я с этим не соглашусь. Я, наоборот, даже наставиваю, что вышивка – это, конечно же, в первую очередь творчество. Второй вопрос. Почему такие злые вышивальщицы? Ну, я не знаю, я не могу на это найти ответа и не могу сказать. Я не присутствую в других каких-то беседках. Я не занимаюсь другими видами рукоделия. Не знаю, что и где там происходит. Почему именно на вышивальном ютубе заостряется такое внимание, что у нас тут какие-то злюки есть. Ну, знаете, каждый развлекается как может. Есть, как мне кажется, люди-вампиры, которые начинают раскачивать людей на эмоции, и им хорошо от этого становится. А в большинстве своём вышивальщицы – это люди-интроверты, которые, наоборот, как раз-таки людям вот эту энергию свою отдают. И потом, чтобы восстановить свою энергию, душевное равновесие, им нужно побыть наедине с собой, со своими мыслями, повышивать, что-то поделать, подворить своими руками. И вот в этом творчестве восстановить свою энергию душевные какие-то… Душевное равновесие, баланс, энергию и всё такое. Не знаю. В большинстве своём, мне кажется, девизом всех вот этих вот раскачиваний, раскачиваний зрителей, слушателей, там, не знаю, кто там в комментах, как этих читателей, где там ВКонтакте, в каких-то группах, да, болталках. Основной девиз всех вот этих провокаций, мне кажется, это «да будет срать в комментариях». Ну, для этого делается. Ну, чтобы людей раскачать на комментарии. Есть люди, которые поддаются, ведутся на слабого. Есть те, кто не ведётся на это, живёт своей жизнью. Ну, как бы вот так. Ну, я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Это, знаете, каждый находит своё. Кто хочет в этом барахтаться, в этом вариться, он, ему нравится. Как у нас, знаете, я у меня была в детстве соседка у нас. Она очень любила ходить на базар, на рынок. Каждую субботу, воскресенье был рынок, и она туда ходила. «Тетьма, с чего вы туда ходили?» «А, просто потолкаться среди людей, походить. Вот мне нравится там потолкаться, поздороваться, где-то там потереться со всеми». А я же, наоборот, терпеть не могла ходить на рынок. Я ненавидела. И да я её сейчас не люблю. И в магазин ходить, и рынок, вот это там куча народу. Эти, если очереди особенно стоят, ой, вообще не люблю. Когда дышу в спину. Ну, не люблю такое. Эти рынки особенно не любила никогда. Пойдёшь туда, там с этими велосипедами. Тут ты так не протолкнёшься, там они ещё со своим велосипедом подходят, там везде и толкаются. Тут колёсами по ногам, то по брюкам постоянно. Ну, не нравилось мне такое. А кому-то вот нравится, мне, говорит, нравится походить по рынку, потолкаться. Среди людей. Видите, каждому своё. Также и в комментариях. Кто-то специально провоцирует, чтобы вот пободаться в комментариях, поговорить, порассуждать. Ну, знаете, может. Может быть, в споре рождается истина. Каждый как бы своё находит. Я стараюсь не участвовать в этих всяких дрязгах. Ну, мне это неинтересно. Как я уже сказала, большинство вышивальщиц – интроверты. И я тоже такой рафинированный интроверт. Я не люблю людей. Я не люблю вот эти споры, какие-то выяснения отношений. Ну, я могу вот озвучить свою точку зрения. И я не вижу смысла что-то доказывать. Доказывать из-за раза в раз, из-за дня в день, каждому встречному, поперечному, что вот я права. Ну, смысл в чём? И, ну, чтобы что? Доказывать, чтобы что? Что я права и всё. Вот это моя точка зрения, а вы все неправы. Ну, у каждого она своя точка зрения. Каждый считает, что он прав. И поэтому... Просто, видите, есть люди, которые... Говорите, злюки там. Ну, они вот так выразили свою точку зрения, своё мнение просто. А дальше уже есть у людей выбор, поддаваться на эту провокацию или нет. Это просто была провокация. И дальше у людей выбор поддаться на это или же нет. Кому нравится тоже доказывать, что-то выяснять. Они, вступая в спор, в эту полемику начинают доказывать, выяснять. Ну, я не люблю. Я не люблю доказывать и выяснять, чтобы... Вот говорю, чтобы что? Чтобы... И вот ты идёшь, так вот ты доказал всем. Во-первых, ты никогда не докажешь этого. Никогда. Конца спора не будет никогда. У каждого станется всё равно при своём мнении. А во-вторых... Ну, даже если теоретически представить, что я всем доказала, что я права, что я самая умная. Ну и что, флаг тебе в руки, барабан на шею и вперёд. Ну, не знаю, как бы так. В общем... Почему злюки? Ну, потому что... Потому что... Потому что потому. Каждый развлекается, как может, как я уже сказала. Знаете, как говорят, у всяких бед одно начало, сидела женщина, скучала. Ну, так же и тут. Кому-то нравится пойти на рынке потолкаться с велосипедом, попинать людей. А кому-то нравится сидеть спокойно, вышивать, никого не трогать. Ну, как бы так. Пить какао с зефирками и наслаждаться сериальчиком. Я, кстати, в последнее время вообще не смотрю никакие сериалы. Как-то с дочкой созванивалась про этого... Про этих кальмаров-то всё. Скоро к кипишу было. Спрашиваю её, что ты говоришь, дочь, как ты думаешь, стоит её смотреть или нет? Она говорит, ну, такое, говорит, что... Вкратце я её объяснила, в чём суть. Ну, само то, что оно корейское, это кино, как я понимаю, как мне... Ну, мне неприятно смотреть вот этих вот корейцев. Они какие-то... Вот эти вот у них фильмы, они какие-то неприятные. Не знаю, вот это вот какое-то, ну, всё кажется каким-то мерзким таким, фу. И поэтому я даже не хочу смотреть такие фильмы. Мне не нравится. Лучше созидать что-то прекрасное, вот, картины вышивать, чем смотреть эти фильмы. Тем более, никакого смысла они, по большому счёту, ничего полезного не несут. Зачем мне их смотреть? Ну, вот. Спросила у неё, что посмотреть. Она, в общем, мне накидала, сказала, что более-менее такое интересное. Ну, я как-то хотела посмотреть, и то у меня и настроения особо нет. Знаю, это надо включить его, вникнуть. А у меня постоянно... Я вот сейчас села записать болталку, повышивать. Думаю, хоть бы полчаса меня никто бы не дёрнул. Потому что меня постоянно дёргают, постоянно отвлекают. Постоянно то звонки какие-то, то приезжают, то уезжают, то... Короче, постоянно что-то происходит. И посидеть вот так, хотя бы полчаса времени найти, это ещё надо умудриться. Чтоб никто не побеспокоил. И поэтому уж смотреть сериал, это в него надо вникнуть, надо настроиться, открыть это всё. Я говорю, как меня вот так дёргает. Я даже не хочу его включать, этот сериал, начинать смотреть. Всё равно толком не вниктишь. Я тут же что-то делала, повышивала 10 крестиков, бросила, пошла что-то ещё поделала, пошла ещё поделала. Опять села, вышила два рядочка, ещё пошла что-то. И вот у меня вот так я постоянно в течение дня могу подходить. Ну, вот как сейчас вот так села. Пока есть вроде как полчаса времени. Пойду, думаю, повышиваю, поговорю с вами, поболтаю. Как бы вот так. Да и знаете, по большому счёту желания нет. Если бы я хотела, наверное, конечно, я бы нашла бы и время, и возможности. И посмотрела бы сериальчик какой-то под вышивку. Но что-то не хочется. Знаете, что-то как-то не хочется забивать свой мозг, чем попало. Иногда я могу что-то документальные фильмы посмотреть лучше о мире, там, каких-то... Не то что о путешествиях, а о странах. Ну, о странах, о континентах, о каких-то местностях. Ну, такие документальные просто фильмы, где что и как. Или историю посмотреть что-то, исторические какие-то фильмы и документальные фильмы. Вот такое больше мне нравится. Или какое-то научное такие, там, знаете, что-то, какие-то исследования, что-то. Ну, что-то вот такое. Ну, сериалы не хочу в последнее время смотреть. Засорять себе мозг. Вот этим всем что-то не хочется. Ещё книги иногда бы, может, и послушаешь время от времени. Ну, и то нечасто. Потому что это тоже сосредоточиться надо как-то. Ну, не то чтобы там прям совсем сосредоточиться, но всё равно. Так, под вышивальную YouTube включишь, посмотришь. Повышиваешь. Купила же я тут авторскую схему на днях. Ну, я вам говорила, что неделю я её ждала. Но всё-таки она мне её выслала, всё. Скачала я схему. Ну, конечно, это капец. Кто снимает, кто вышивает вот эти авторские схемы, девочки, я снимаю шляпу, конечно. Все эти четверть-крестики, петиты, полукресты. Ну, ладно, это элементарно. Там всякие вот эти вот какие-то шовчики, что-то, то, сё. Теоретически, ну, да и практически. Я знаю, как это всё делается. Но как это вышивать, я что-то пока что даже умани приложу. Ой, я, во-первых, открыла сагу. Там все вот эти хоть петит, хоть четверть-крестика все обозначены одним значком. Единственное различие только, что нужно выбрать галочку там поставить или снять, где, чтобы, например, петиты только были сейчас или только четверть-крестики показывала. Я кое-как это разобралась, как это делается. Так что, девочки, я не знаю, кто вышивает авторские схемы, но я, наверное, только Татьяну созвездия крестиков смотрю из тех, кто вышивает вот именно авторские схемы. Много и с восторгом, как она вышивает. Я смотрю вот такими глазами на неё, как она... Всё это у неё так интересно. Если будет возможность, там снимите хоть какую-то пятиминутку, я не знаю, хотя бы объясните порядок вышивания этих авторских схем, как вы это делаете. Я даже представить себе не могу. Я даже не знаю, с чего начать. Я её открыла, сидела, сидела, смотрела, смотрела на неё и вообще ничего не поняла. С чего начинать, как это всё делать. Эти же четверть крестики взять, например. Ну и как бы я знаю, как он вышивается, да? Три четверти крестика вот взять. Это вот у крестика же четыре лучинки, да? Четыре кончика. А как мне понять, что вот... Какого кончика здесь, какой кончик не нужно здесь вышивать на этом... Ну вот, где-то на схеме. Это мне надо сориентироваться самой по схеме. Я что-то вот даже не знаю этот момент. Я просто смотрела, смотрела, я так и не поняла, где там обозначение, что где, какой кончик не надо вышивать сейчас. А надо вышивать. Вот эти три надо, а этот не надо. Не поняла, как это делается. Ну ладно, с бэком там всё более-менее понятно. Это всё там полукрестики понятно. А вот... Вот это вот такое. И то даже, как их вышивать, как мне не запутаться, как мне не напутать, чтобы... Где там в одну нитку, где не в одну нитку, где в две... Это, конечно... Да. Я посмотрела, думаю, ой-ой-ой... Нет, всё-таки многоцветки вышивать намного проще. Просто это долго по времени, но намного проще. Ты взял, нитку заправил и пошёл шпарить крестики просто. Просто крестики. Или полукрестики, смотря, как ты вышиваешь. А тут, конечно, да. Так что, девочки, я не знаю, может кто-то снимал уже такие мастер-классы. Может кто-то снимет какую-нибудь там где-то видео в ближайшем какую-то, добавит такую пятиминутку, где покажет, как начинать и как продолжать. вообще, потому что я вообще понятия не имею даже как это делается. Я вообще... Мне ещё столько открытий чудных предстоит в этой вышивке. О-о-о-о... Я так понимаю, что... А я ещё смотрю в последнее время, ну вот опять же, у Татьяны, у этой созвездия крестиков, она вышивает новогодние игрушки. Такая красота, как мне нравится вообще. Хотя я... Тема Нового года меня вообще отпустила. Раньше, конечно, я Новый год ждала прям. Я готовилась к нему наверное с ноября. Ещё в детстве там. И... Игрушки сама там со цветной бумаги делала. И там из фольги. Ой. И что-то мастерила, изобретала там. Любила очень сильно. Ну, потом уже, знаете, каждый Новый год заканчивался каким-то разочарованием, став взрослым человеком, когда ты четыре часа пытишь на кухне, а потом садишься ночью за стол и не понимаешь, оно тебе не лезет. И думаешь, зачем ты это всё готовил, когда ты это... Оно не лезет. Ночь. Организм хочет спать. Я не хочу ни есть, ни пить, ничего абсолютно. Зачем мы это всё готовим? Вообще, кто это придумал, что... Вообще, я не понимаю реально. Кто придумал, что ночью надо жрать? Вообще не понимаю. Я уже мужу сколько раз говорила, давай я ничего не буду готовить, ну, давай там бутерброды какие-то сделаю, если уж так надо, выпьем шампанское, а у нас в последнее время с ним такая традиция, мы... Ну, мы и шампанское не пьём. Мы сидим, поедим, ну, как поедим, он поест, а я посижу рядом, там два бутерброда съем. Ну, потому что я не хочу ночью есть. Мне потом плохо будет. А потом мы сядем на машину и по деревне по своей несколько кругов сделаем, посмотрим, как люди салюты взрывают, там на площадь ездим до центральной ёлки, до главной, как у людей в окошках гирлянды светятся, мельтешат, и всё это красиво, конечно, там проедешь, посмотришь. Как-то, ну, посевать мы особо не... Ну, бывает иногда ездим, но редко нет. Как-то особо желания нет в последнее время. Так что вот так. Я ему говорю, давай не будем ничего готовить, Гир, не буду. Вот поедем, посмотрим, как салют изрывают. Побахаем. Приедем домой спать. Ну, в том году примерно так и было. Мы потом уже первого или второго числа поехали посевать и как нормально повеселились, посмеялись, песни попели, поплясали. Как бы так. И вот в последнее время как-то тема Нового Года меня отпустила вообще как-то и особо желания нету к нему готовиться и делать что-то, и украшать, и как-то так. Ну, смотрю, сейчас вышиваю на YouTube дело заразное, и все готовятся усиленно сейчас к Новому Году. Игрушки вышивают, новогодние сюжеты, как-то украшают дом там. Я как-то, ну, может быть, в том году видела видео у кого-то из девочек. Ну, их всех же не упомнишь, да, посмотрел. Она украшает все. И стены у нее, картины вешает новогодние, и подушки у нее оформлены, вот эти всякие, наверное, там Dimensions или кто, я не знаю, вот эти вот новогодние сюжеты оформлены в подушки. Вот у нее и подушки там новогодние она расставляет по дому. Ну, прикольно. все эти носки. Кстати, давно хочу спросить. Вот меня прямо терзает этот вопрос. Я все никак не знаю, у кого не было повода. Сейчас вот он что-то вдруг у меня откуда-то из головы выскочил. Объясните мне, пожалуйста, с какого перепугу носки стали называться сапожками? Вообще не понимаю. Я вот смотрю, все вышивают эти. Для меня это носок. Ну, в крайнем случае он больше похож на валенок. Почему это сапожки? Сапожки. Объясните мне. Я не понимаю. Просто сапожок, сапожок. Это где-то написано было, кто-то сказал или откуда это пошло. Почему эти носки? Да всю жизнь были рождественские носки. Это откуда? Это же пришло из Запада, да? К нам с Украины там. Ой, фу, с Украины. Причем тут Украина? С Европы там, с Запада это все пришло. С Америки там, не знаю, где это. Ну, с католических вот этих стран, да, от католиков. У них всегда же были на камине там рождественские носки висели. И Санта-Клаус там у них через трубу залезал и подарки им всем в носки в эти развешивал. Ну, клал. И почему у нас на Ютубе, на вышивальном эти носки стали называться сапожками? Может, где-то это уже было, просто я не знаю. Объясните мне, откуда это пошло и почему называются. Я не понимаю вообще, откуда это пошло. Так вот, к чему это все. А, ну что, девочки готовятся, сейчас вот эти все носки вышивают, всю эту красоту делают. Там картины новогодние, прям сюжеты вышивают. Елочные игрушки там украшают. Смотрю, девочки, кто кого-то видела, их гирлянды из флажков там прям делают. Молодцы. Иногда тоже прям хочется. Я вот думаю, может, я в следующем году пособираю, тоже там бисерно собираю какие-нибудь украшательства. И тоже на следующий год где-нибудь в ноябре-декабре замучу там какой-нибудь месяц новогодний месяц там, да, какой-нибудь подготовки к Новому году. Поработаю с Санта-Клаусом. Не нравится мне Санта-Клаус. Мне, в принципе, знаете, даже Дед Мороз никогда не нравился. Мне казался какой-то странный дядька, который приходит и торгуется за конфетку. Расскажи мне стишок, я тебе конфетку дам. Отойди ты в баню, хочется сказать. Я и без тебя конфетку съем. И стихи никакие читать не буду. Не буду позориться перед всеми людьми на стулочке. Ну, как-то так, не знаю. Никогда у меня Дед Мороз не вызывал какой-то в душе какой-то теплоты, восторга там и радости. Нет. Снегурочка еще как-то, да, может быть, что-то в ней было какое-то родное, душевное, но Дед Мороз нет. Почему-то он никогда у меня не ассоциировался с чем-то таким уютно-праздничным и волшебным. Какая-то в этом всегда чувствовалась фальш. Что-то меня куда-то понесло. Говорила за игрушки. Ну, да, что вот я подумаю, что может быть на следующий год сделаю какой-нибудь один месяц или два месяца там может быть или полтора подготовки к Новому году. Тоже там каких-нибудь игрушек повышеваю. Тоже, может, какой-нибудь СП вступлю, как вон Таня. Вступила в это СП игрушки там. Они все вышивают дружно. И смотрю, вот, мне так нравится такая красота. Такие они прямо вот сделаны из ниток, но они такие прям блестящие эти игрушки. Классные такие вообще красивые. Прям потрясающе мне нравятся. Еще они там девчата украшают, сами придумывают всякие бисер, тут так, тут так. Там я понимаю, что каждый по-разному украшает все. Шея затекла уже. Интересно, конечно. Я смотрю. Прям YouTube, говорю, дело заразительное. Кажется, ты вроде бы не хотел это все вышивать, а она смотрит, что такое и тоже, блин, так хочется, тоже хочу такую красоту. не знаю, я подумаю. С одной стороны, хочется вышивать свои большие работы. Кажется, сейчас я их отложу, вот мои большие будут работы лежать, а я буду эту мелочь вышивать. Ну, с другой стороны, что, меня ж никто не побьет, если я отложу. Думаю, я вроде ни перед кем не обязана отчитываться. Это мое хобби. Хочу, вышивая большую картину, хочу, вышивая маленькую игрушечку. Ну, каждому свое, свою мелочевку. Каждый выбирает, любит, выбирает то, что он любит, то, что ему нравится. И в этом прелесть, конечно, вышивального ютуба и всего этого нашего мира, что каждый может выбрать себе по интересам все, что угодно. А если кто-то не может что-то найти по интересам, то может создать сам то, что интересует именно его, да, то, что ему хотелось бы. чтобы такое было. Ну, вот так, я думаю. Вообще, я к чему-то эту мысль подводила, что-то, я что-то хотела сказать такое. Я теперь забыла, к чему я это говорила. Ну, ладно. Видимо, это было не настолько важно. А, я, к чему я это подводила, что каждый выбирает то, что ему нравится. к тому, что вот эти вот даже прикладнушки всякие, да, прикладные, вот мы начали, я начала с этих игрушек новогодних, вот эти прикладные всякие вышивки, изделия. Я смотрю, вот всегда Наталья, уютное творчество, канал, как она с таким энтузиазмом, с таким восторгом у нее воодушевлением она делает все эти прикладные вещи. сумки она шьет, да, коробочки для вышивки, там, для органайзеров украшения, прихватки, все это молодец. А мне жалко. Мне кажется, это все так замызгается, и я же сама все это устосаю. Ну, с другой стороны, пока это все придет в негодность, ты уже можешь новое что-то вышить, и у тебя будет раз-то выкинуло, у тебя свеженькое что-то, да, чем бы вышел и оно полежало там где-то в закромах, оно используется, ты каждый день смотришь на эту красоту, ну, имеет место быть, конечно же, да. Возможно, вот так было бы даже правильнее использовать. Я смотрю, Наталью ей это нравится, она вот как раз, как раз для нее она считает, что, ну, как я понимаю, что как раз вот такое использование вышивок для нее это самое лучшее, когда она их может не только вышивать, но и использоваться этим. Ну, это здорово, это круто, конечно. Как она шьет. Мне, кстати, знаете, тоже иногда хочется на одежде купить джинсовку какую-нибудь и вышить на спине какую-нибудь большую, красивую, ну, не знаю, я даже не знаю, что, что-нибудь вышить, причем бисером. Хотя я бисером не вышиваю, мне даже, знаете, мне его тяжело даже в руках удержать, бисер этот нанизывать на иголку. Ну, хотя я не вышивала, ну, как я знаю, там пробовала несколько штук пришивать где-то, что мне тяжеловато, оно такое мелкое. А, я что-то плести пробовала, у меня не получилось, что очень мелко. но это, опять же, место надо какое-то, да, я вот смотрю, Абрисарт компания, там такие, ну, просто шикарные есть разработки у них, которые, ну, хоть куда, хоть на одежду выше, хоть так, для украшения дома, там столько прям интерьерных есть вещей у них, ну, круто, они прям разрабатывают, интересно. Это надо, как мне кажется, чтобы вышивать бисером, это надо стационарно какое-то место за столом, да, а не так, как я вот здесь в углу сижу, и у меня ничего нет, кроме вот, вот здесь у меня справа с нитки лежат мои органайзеры с нитками, вот они, и все, и даже мне бисер этот поставить-то особо и некуда, чтобы оно нигде не упало, не рассыпалось такое, стола никакого рабочего такого у меня нет, ну, не знаю, надо как-то над этим тоже подумать, а то я вот думаю купить бисеры, украшательства, чтобы игрушки делать, но их же тоже как-то надо делать, чтобы все это не рассыпалось, не грохнулось нигде у меня, а то я же зацеплю и посыпется это все, ну, не знаю, а вот хотелось бы на одежде вот что-нибудь такое вышить красивое, тем более, куртку какую-нибудь купить, джинсовку, да, которую ты можешь и летом где-то одеть от комаров, и осенью носить, когда станет попрохладней, ну, такое, что-нибудь бы такое красивое вышить, не знаю, что, правда, я бы хотела, больше, наверное, что-то такое абстрактное, напишите, чтобы, как вы там используете прикладную вышивку, или используете ли вы ее вообще, или все в шкафчик складываете, или оформляете, или что-то как-то используете, игрушки вышиваете, или нет, может, у кого-то прямо дома, полностью елка украшенная игрушками, рукодельными, напишите, если такие есть, может, кто-то вяжет игрушки, может, кто-то вышивает, интересно, мне даже было бы интересно увидеть это, и как вы вообще относитесь, как вот к подушкам, как вы относитесь, если, например, сделать прикладное, подушку оформить, потому что я многие смотрю, девочки вышивают подушки там, или что-то, вот я вышью, это оформлю в подушку, но как бы особо готовых подушек-то я особо много и не увидела, в основном только все собираются оформлять в подушке, или как-то так, как-то не жалко потом пользоваться этими подушками, кто уже оформил, ну, кто оформил вышивку в подушку, сделал, не жалко ли потом ими пользоваться, как они затираются, зашоркиваются, или нормально все с ними, как они в использовании, хотя у меня бабушка, вот я помню, она вышивала тоже подушки диванные, у нее были, лежали, на них, ну, что-то там у нее немало было подушек, как мне кажется, они были, она вышивала их, он таким орнамент какой-то интересный был, причем на всех подушках одинаковый, но все были разным цветом выполнены эти орнаменты, ну, как разными цветами, по-разному там, в разном порядке, вообще в разных тональностях, но они были все, один узор был, и она вышивала болгарским крестиком, эти подушки, наволочки на подушке, диванные, так мы их использовали, ну, как использовали, мы дети были, внуки приходили, мы играли с ними постоянно, никто там не смотрел, вышитая она, не вышитая, наоборот, еще вышитая, еще больше нравилась, мы по ним и прыгали, и скакали, и бились с ними, и лежали, и ногами, и головой, и всем подряд на них, и это у нас были там и камешки, и мостики, и по-всякому с этих подушек, мы постоянно ими играли, ничего им не делалось, они как бы, я не помню, чтобы они что-то там рвались, как-то изнашивались, не знаю, сколько я себя помню, столько я помню эти подушки, не знаю, сейчас еще что-нибудь живое осталось или нет там, уже и бабушки в живых нет, хотя бабушка прожила долго, 90 с лишним лет, но как бы вот так, и мы, говорю, постоянно, я уж не знаю, с чего она вышивала, где она брала эти нитки вообще, не знаю даже, мурины как таковых, я не помню в то время, вот как сейчас, такого обилия, с чего она вышивала, да я и не помню даже, чтобы она вообще когда-то вышивала, я и не видела, хотя научила меня она вышивать, она показала, как вышивается крестик, как это делается, бабушка научила, ну вот так, так, что-то я куда-то ушла уже, наверное, от темы, еще поговорили немножко, болталки, ну не знаю, жду от вас ответа, мне хочется узнать у вас, как вы с прикладушками там общаетесь, обращаетесь, как вы там их используете, не используете, может кто-то вышивал на одежде, какие-то большие там, крутые, красивые, какие-то, как их назвать, иллюстрации какие-то на одежде, да, какие-то красивые, из бисера или из ниток, или как вот, кто как делал, вот мне прям интересно, может кто-то аппликацию крутую какую-то замутил, мне интересно посмотреть на ваши елки, если есть, или игрушки какие-то, как это, не знаю, вышиваете ли вы игрушки, делаете ли прикладнушки, сумки там, аксессуары какие-то для дома, для кухни, особенно, знаете, мне жалко, вот эти вот полотенца, когда вышивают, или скатерти, божечки, я как представлю себе, если бы я вышила скатерть своими руками, пострелила бы ее на стол, и как бы ее бы устряпали, за один только обед, ну, пусть даже это был бы праздничный какой-то обед, да, да там так все устряпают, что не достираться иной раз, а то еще и с вышивкой, не знаю, как-то мне было бы жалко, я не знаю, может не стоит жалеть это все, это же просто вещи, да, которыми надо пользоваться, а не жалеть, в общем, не знаю, как с этим быть, я пока что не готова, но кто его знает, я же говорю, YouTube дело заразное такое, насмотрюсь, может и тоже начну чем-нибудь таким заниматься, как вышью, наверное, все картины, которые я хочу вышить, и тоже начну всякими прикладными вещами заниматься, а может переклинит, переключусь на прикладнушке, так, все, горло уже пересохло, хочется пойти попить водички, и на этом, наверное, будем прощаться на сегодня, поговорили немножко, побеседовали, я думаю, вам было интересно повышевать под мою болтовню, ну, не знаю, насколько интересно, не особо, я тут каких-то острых тем не поднимала, да, просто так, поговорили немножко, о своем одевичем, ну, так что так, наверное, на этом все, все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, впереди нас ждет много интересного, всем пока, увидимся, ну, Продолжение следует...